Всем привет! Это Мэнс Шоу, и мы на празднике, на замечательном празднике, с нами вместе Юра Цитов, певец, поздравляет нашу Милену с днём рождения, поздравляет с пятилетием её творческого пути, и расскажет немножко о том, что сейчас происходит у него в своём творческом пути. Много всего происходит, участие в проектах, голос, не голос, очень много всего. Так и не уместишь в одном предложении. Новые песни, всё хорошо. А новые песни, кто пишет? Милена что-нибудь даёт своё? Мы пока только разговариваем с Миленой. Вот, она говорит, как раз по твоему голосу у меня есть песни, так что я надеюсь, что мы для чего-нибудь договоримся. Она агитирует петь её песни, да? То есть голос нравится как раз то, что надо. Ну, не агитирует, она плавно, так скажем, намекает на это. Ну, посмотрим, может быть, действительно песню какую-то крутую она предложит мне, музыкальную и яркую, поэтому с удовольствием, почему нет? А как вы вообще познакомились с Миленой? Что-нибудь интересное из личного? Мы давно знакомы, честно говоря, я не помню, где мы познакомились, откровенно скажу. Потому что столько всех мероприятий совместных с Миленой, и мы вместе туда пришли, потом не вместе, вдруг увиделись где-то. Не помню даже, где мы познакомились, честно, не буду врать и рассказывать истории романтических каких-то нереальных. Ну, а что-нибудь о ней, о её характере, о ваших каких-то совместных времяпровождениях? Почему же всё-таки есть ощущение, что такой светлый, добрый человек? Вы знаете, я тоже льстить не люблю, кому бы то ни было. Она открытый очень человек. Это и, наверное, подкупает, открытость такая. Вот и всё. Этого достаточно в наше время. Она не фальшивая, короче говоря, как мне кажется, мне так подсказывает что-то. Что там, шестое чувство или что-то в этом роде. Ну, а характеризовать творчество, вот её, несколькими словами. Я знаком, к сожалению, только лишь, активно знаком с тремя буквально песнями. Поэтому охарактеризовать творчество целиком я не берусь, вы знаете. Ну, по трем песням это тоже можно душу человека немножко всё-таки открывать. Ярко очень это. Это тоже важно, что не бледно это всё. И есть своё лицо, как мне кажется, у неё. Тем более, я знаю, что её песню поёт самая дипломатичная в мире группа Ленинград. Юлия Коган. Вот, это уже успех, я считаю. То есть авантюризм в ней такой присутствует, да? Я думаю, да. Я думаю, да. Авантюризм в ней присутствует. Это качество очень хорошее. В любом случае в шоу-бизнес идут такие люди. А вот у вас как с шоу-бизнесом? Кто у вас сейчас из любимых исполнителей? Может, что-то новое услышали? На что вы ориентируетесь? Вы знаете, совсем-совсем современных я не очень жалую, если честно. А вот я люблю, как это сейчас говорят, старую школу. Это Леонид Агутин, Дима Маликов. А студио-группа я всегда люблю. Со всеми её солистами и солисткой. Этого достаточно. Это качественная русская популярная музыка. Вот я приверженец таких имён, как это бы грамотно сказать. Планы на какие-то проекты, может, раскроете нам свои? Не-а, обязательно всё увидите и узнаете. Я раскрывать, как и любой человек. Не люблю сказать, но обещать, зачем это нужно делать. А в каком проекте хотели бы поучаствовать? Вы знаете, во всех, где есть музыка хорошая. Сейчас вот шоу «Звёзды под гипнозом». Было бы интересно? Было бы интересно. Наверное, было бы интересно. Почему нет? Не страшно? Не-а. Мне кажется, что я в этом смысле не боюсь. Многие говорили, что это подстава. Как думаете? Не был там, не могу сказать. Слухи разные ходят, что это подстава, как вы говорите. Не могу сказать. Я там не присутствовал на съёмках. Но сегодня у нас должен быть здесь ещё один гость, который непосредственно занимается этим самым гипнозом. Не боитесь, что он повоздействует? Я даже подойду, попрошу загипнотизировать это слово. Выговорить надо ещё. Потому что настоящие профессионалы, мне кажется, что это могут вот раз и сделать. Действительно, за секунду. А вот когда начинается, не знаю, два часа что-то рассказывают, что-то значит не то. Так что посмотрим. Всё-таки не боитесь? Готовы к тому, что кто-то вникнет в ваши тайные замыслы? Я сам кого хочешь загипнотизирую. Грубо говоря, конечно. Поэтому я не боюсь этих вещей, нет. Хорошо. Спасибо большое. Это Showmans. И мы на мероприятии. С вами Мила. Пока.